Ну что ж, продолжаем. Это будет вторая часть о моих тенях, которые у меня лежат и которыми я пользуюсь с огромным удовольствием. Давайте от Mary Kay посмотрим. У меня 5 скопилось палеток. Что-то покупала я сама, что-то мне было подарено. Обожаю эти палетки. У Mary Kay сейчас их нет, поэтому я буду показывать просто для тех, кому интересно. Цвета у них отличные, цветопередача замечательная. Который раз я уже подряд их показываю и каждый раз и сама с огромным удовольствием смотрю эти же сводчи. И девчонки говорят, что нравится. Тут единственное, средний цвет набирать не очень удобно, потому что он узкий для пальца. А кистью набирается все хорошо. Вот такая палеточка. Приятные оттенки. Спокойные и в то же время яркие. Вот так. А где мои полотенца? Вот этот у меня цвет был Project Penny в проекте. Он у меня самый ходовой. Тут с двух сторон уже такие луночки. Сейчас попробую тут средний набрать. Вот такой вот. Тоже люблю эту палеточку. Но видно, что я ее люблю. Следующая палетка тоже одна из моих любимых. Я их в порядок не приводила. Конечно, можно было их тут все вот так вот почистить перед роликом. Но не сделала. Тут тоже видно, что с краешку уже ямочка. Любимые мои зеленые оттенки. Тут пропахала я. Зацепила. Вот так смотрится. Здесь, вот если белый достаточно блескучий, то зеленый спокойный. Видите? Вот такие оттенки. И последняя палеточка. Сиреневая тоже такая, но уже в других тонах. Давайте ее тоже посмотрим. Вот так. Вот такие цвета. Яркие, красивые. На любое время года и летом много цветов таких солнечных, приятных. Замечательные палетки. Пользуюсь, радуюсь и получаю удовольствие от них. Далее у меня есть сейчас попробую от Катрис две кажется, да, две палеточки. Хотела к ним добавить еще парочку, но сейчас не вижу их. А вот нашла одну от Лореаль. И еще одна должна быть такая же от Лореаль. Они с кожи между собой. Вот так. Я их все четыре сразу покажу. Очень люблю вот эту палетку от Катрис. Вот она такая зеленая. Отдает пигмент классно. Недавно Лена показывала ник прекрасный Елена. Привет, Леночка. Ну, ты смотришь даже. Тени ты смотришь. Вот так смотрится. Она показывала такие палетки. Были в распродаже где? В подружке, по-моему, ты говорила. По 69 рублей. У меня прямо весь экран в слюнях был. Потому что я бы купила. Наверное, все бы. Так, тут оттенок-то видно какой? Ну, наверное, видно. Очень красивый оттенок. Вот он такой. И блестящий достаточно. Вот такие. Дальше от Катрис это металлик. Такая палетка с металлическим блеском. Это подарок. Тоже зеленый такой отличный цвет. Они разные. Видите, зелень разная. супер прямо. Тут номер. А тут так вот название, наверное. Можно читать. 0,70 оттенок. И от L'Oreal у меня в двух оттенках 501 и 502. 501 это подарок. Розовое золото. По-моему, оно как-то подобное называется. А вот так вот оно называется. Видно, наверное. Вот такой он красивый. Я за ним гонялась, но не нашла. И мне его подружка подарила. И второй 502. Обычно вообще 501, 502, когда рядом цифры в номерах, то там на тон разница. Но вы этих смотрите, какая большая разница в цветах. То есть не один тон. Дальше. Недавно мои приобретенные тени от NINEL. Я их прям полюбила. Сейчас кажется, еще они идут в распродаже магнит косметик по 99 рублей. А на стенде они 195 стоят. Я взяла всего три цвета, наверное, хотелось не взять еще, но при этой горе совесть не позволила. Первый такой сиреневый оттенок, который я взяла, номер 705. Вот так он выглядит. Красивый оттенок. Второй цвет 704. Такой прямо красивая красивая синева, прям ночное небо. Носятся они беспроблемно. такой красивый оттенок. И мой любимый зеленый мне тут продавец выдрала вместе с этикеткой 708. Я ей сказала, вы мне сделаете вид какой-нибудь красивый сзади. Вот она мне сделала номер написала ручкой. А сроугодности до 2020 года так запомните. И такой зеленый. Смотрите, третий зеленый и они все разные. он немножко похож вот на этот, но не настолько металлический. Он поспокойнее. Вот такие три палетки меня радуют. И еще одну хочу зеленую показать. Настолько оригинальный цвет. Это тоже подарок. Я не называю девочек, которые мне присылали, чтобы сейчас не загружать ролик. Всем я очень благодарна девчонкам. Вот такая серия 25 номер. тени это моя слабость. И когда такие подарки шикарные конечно радуют. Я очень благодарна. Смотрите какой цвет. Вот они. Сколько зеленых и все разные. Обожаю. Вообще прямо супер. Спасибо, спасибо. есть у меня однушки от и фраше. Вот такие две. Одна в золото уходящая, другая в серебро. Тоже подарки. Для меня это шикарные подарки. Вот так уходящие в золото. Смотрите какой цвет. Настолько освежает взгляд, делает его красивым. и та, которая уходит в серебро. Сейчас погуще. Тоже под черный карандаш такой красивый макияж получается. Ну понятно красивый в моем понимании. Кто-то мне там пишет комментарий, что я не умею краситься. Это и не бьюти канал. Это любитель косметики. От Форес. 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 Вот такие у меня зеленые. Сейчас мы зеленые будем продолжать с вами рисовать. Как я не пыталась ими до донышка тоже доковырять. В Project Penny у меня были эти тени. Ну вот у меня лунки появились. Донышко я так и не заметила. Вот смотрите еще два оттенка зеленых и они тоже другие. Вообще все разные. Красота. Так бы и смотрела. Боевая палетка. Люблю ее. Она недорогая. она прям совсем недорогая. Ну прям вот обожаю. И еще одна палеточка или рефильчик как можно это назвать. От Faris. такая вот интересная. Такой цвет. Тоже ее люблю. Они продаются. Их можно конечно и обновить. Но мне так жалко своих старушек. Что они у меня продолжают жить и радовать меня. Далее от Avon нашла вот такую палеточку Color Trend. Тоже зеленые оттенки. Кстати я буду Avon заказывать по 16 каталогу. Я там еще одну зеленую палеточку приглядела. ведь закажу уже. Так вот я тут много набрала да. Вот один поярче другой посветлее видите такое. Ну вот эти похожи немножко на верхние да. Вот вот этот цвет с этим чем-то схож. Ну зеленые что ж я мимо не смогла пройти. я говорила поэтому и канал на ютубе потому что это все нравится. Если бы я любила собирать коллекцию бабочек то конечно я была бы не на ютубе а в том месте где люди бабочек собирают. То же самое если бы я пробки копила каким-то бутылок я бы с другими людьми общалась. раз я здесь у меня понятно и горы косметики. здесь далее так сейчас я тут откопаю что у меня есть от ардеко у меня есть такая малышечка она тоже приезжала в подарок тоже зеленая сейчас я вам покажу как она смотрится начинаем новый сезон зеленых теней стерла предыдущие она спокойная она не яркая если нужно сделать зеленый макияж но спокойный чтобы он был не сильно прямо броским то вот прямо идеальный вариант я с удовольствием пользуюсь мне она очень нравится дальше от сакара да так правильно я произношу это израильская косметика сейчас я тут открывайся вот такой красивенный оттенок он спокойный красивый и его можно добавлять к любой однушке которая у меня есть он как раз их разбавляет и делает макияж более свежим сюда к однушкам есть у меня 1 2 3 4 палетки сейчас мы вот так сделаем от Арифлейм эти палетки я сначала хотела отдать раздать потом решила с ними подружиться и вроде бы даже в какой-то мере подружилась я не буду показывать название так покажу по-быстрому они не сильно вау спокойные такие на каждодневный спокойный макияж если не надо ничего там чтобы блестело светилось и выделялось тогда это вот то что надо серый показала сейчас покажу вот такой зеленый у них есть небольшие блестки не сильно прямо яркие ну вот видите прямо едва заметные надо немного набирать и два оттенка спокойных которые хороши для выравнивания века вот такие они прямо меловые вот так первый розоватый и вот такой в бежевый уходит еще один четвертый как раз палец остался вот так прямо такой желтоватый бежевый если вот издалека так вообще не видно есть ли тут тени только вот одну зеленую да видно но есть на самом деле тени есть следующие три палеточки покажу вместе что-то я тут тенями и скатерть то уделала покажу вместе это кремовые тени две от верими арифлейм и одна колор тату мэйбелин сколько не смотрю на колор тату останавливаю себя у меня постоянное желание купить еще этот у меня 65 оттенок розовое золото почему останавливаю потому что кремовые тени я не очень люблю во первых тут уже и за сроком годности нужно следить более внимательно следить чтобы они не засохли использовать вот в этом месяце они у меня в косметичке с сухими тенями все проще вот такие сиреневые ой я не той рукой начала часть туда часть сюда вот видите они уже подсыхают а мне это не нравится то есть у них жизнь закончится быстрее чем я до них доберусь вот эти еще такие свеженькие вот такие тоже надо в косметичках использовать я хотела сделать project pen на тени вот у меня сейчас на помады project pen может быть параллельный сделаю на тени тоже вот до конца декабря чтобы те которые мне хотелось бы почистить подзакончились следующая батарея палеток это от фаберлик они сейчас уже вышли из каталога давайте это двигаем вот их 4 штуки сейчас я ручки вытру кстати от oriflame с трудом оттирается прям прилипло ко мне ну давайте вот эти по-быстрому покажу красивые оттенки но их уже в каталоге не найти легко наносятся красиво ложатся нравится мне вот этими не пользуюсь не могу начать почему-то черный с белым может быть не мое смоки айс надо делать а я что-то прямо вот перед ними теряюсь ну зато у меня вот эти прямо на ура идут просто летят хотя внешне вот так вот у меня не видно чтобы сильно уходили тени я набираю совсем понемножку макияжи обычно я делаю не сильно яркие спокойные и поэтому у меня палетки долго долго расходуются и тут тоже часто пользуюсь но вот видите какой расход потому что если они вот такие спокойные то уже смысла еще наслаивать я не вижу видите вот они вот прямо у меня и на глазах вот так же спокойно светло ложатся макияж красивый становится далее вы еще со мной я не одна тут сижу еще у меня есть вот такая вот малышка от лориаль париж так это у нас какой оттенок ну в общем 0.1 вот оттенок 0.1 смотрите какая она красивая блестящая пользуюсь я ей не часто вот едва коснешься и вот 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 такая блестяшка это подарок в определенный момент я ей с удовольствием с удовольствием пользуюсь и еще у меня есть оттенок блестяшка даже зеркало сверху немножко капризная штука сейчас мне главное не просыпать сейчас всех сов засыплю вот смотрите что тут сейчас мы тут с вами коснемся вроде бы коснулись завинтим и чем я тут касалась ничем не коснулась вот сейчас подождите вот коснулась видите вот она блестяшка какая вообще это блеск для тела но я использую когда использую то использую как тени они вот у меня две такие сверкалочки вот эти вот не часто я ими пользуюсь но тем не менее и еще одна у меня есть палеточка светлая от люмине тоже подарок какое-то время я и прям активно даже использовала она такая светлая ей хорошо когда необходимо в общем когда розовое необходимо смешать с однушками то вот это идет а когда нужна белая то вот эта палеточка идет то есть они у меня как бы идут к этим однушкам в помощь и для тех кто еще тут со мной остался последнее что я покажу это вообще практически не использую от oriflame жидкие тени мне с ними никак не подружиться вот так они смотрятся сколько не пыталась но вот никак не подружусь и так они у меня в итоге в коллекции лежат но мало пользуюсь и плоховато я дружу от Mary Kay вот с этой парой беру ее в косметичке но не часто пользуюсь но вот тем не менее все равно они такие интересные сейчас по осени можно ими поактивнее тут уже такой каял но этот каял немножко сложный вот он такой но в любом случае пытаюсь тоже пользоваться наверное на октябрь тоже пойдет у меня в косметичку пока осень и три у меня продукта три базы под тени есть первая от доктора Пьера Рико классная база под тени вторая отличная от Mary Kay база и третья база под тени идет от Essence все три я люблю они все три очень и очень нравятся вот сюда их положим все вот такая у меня большая большая здравствуй Степа большая большая косметичка с тенями я ими очень довольна мне они очень очень нравятся смотрите сколько мы с вами уничтожили дисков и мицеллярки но зато посмотрели практически все тени мало что мы пропустили почти все успела показать сейчас я все это сложу в свои контейнеры и буду с удовольствием пользоваться ими дальше огромное спасибо всем за внимание надеюсь я выполнила запрос для тех кто спрашивал показать коллекцию теней это непростой ролик на самом деле девочки которые снимают ролики с тенями или помадами знают что это такое это непросто но тем не менее мы это сделали спасибо огромное всем всем до новых встреч и всем пока ну и в заключении давайте вам покажу что у нас получилось это косметика тени которые у меня в косметичке этого месяца я их опять выложила и вот собственно в моем ящичке мы с вами разобрались в тенях здесь однушки и разные маленькие палеточки и очень аккуратненько теперь лежат и все на виду палетки побольше вот так все выглядит ну не знаю остались у нас помады хватит ли у кого терпения на такой обзор плюс у меня еще 10 помад в Project Pen и еще в косметичке месяца наверное порядка 10 и еще вот сколько очень много конечно помад но не могу я без них а это сегодня пришел мой заказ Faberlic наверное отдельным роликом мы все с вами посмотрим оставайтесь со мной теперь точно всем до новых встреч и всем пока